Ну что, ребята, я думаю, вы помните, что я недавно переболел ковидом, и поэтому на мне можно очень просто проверить датчики в часах и тому подобном, связанные с кислородом. Сейчас мы проверим часы КК-70, это, по-моему, первые часы, у которых датчик кислорода может быть не очень точно, но хотя бы работает. Проверить можно очень просто. Во-первых, запустить его в спокойном состоянии, когда я просто с вами разговариваю. Видите, что здесь 96, смотрим, сколько будет здесь. Потом я себе устрою кислородное голодание, то есть перестану дышать где-то на, хрен знает, надеюсь, до минуты дотянуть. И вы увидите, как здесь побегут данные вниз, и, соответственно, здесь тоже должны увидеть, что сейчас данные у него совпадают. То есть этот, видели, показывал 96, потом перешел на 97, этот, видели, тоже прыгает 96-97, где-то посередке. Ну что, теперь замолкаю, ждем и смотрим, что будет. Значит, как говорится, учтите, я рискую ради вас, блин. Этот вот, из-за того, что я много говорю, уже показывает изменение быстрое в пальчиках. Здесь изменения происходят медленнее. Ну, в общем-то, сейчас вы это увидите. Я замолкаю. Спасибо. 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 Больше не дышать сложно после ковида. Здесь, видите, уже 85. Ну, сразу скажу, он более резвый. А этот у нас не умеет беспрерывно работать. Он, когда читает, что он прав, он выключается. Поэтому я его перезапустил. Немножко ждем. Он как бы более тормоз. 97. Смотрим, вниз поедет или нет. Ну, по крайней мере, это первые часы, которые вот 6, которые хотя бы как-то реагируют на то, что я перестаю дышать. Здесь уже офигенно. И, в общем-то, хотя бы не показывают, что у меня 99 просто постоянно. Просто я посмотрел все свои часы с якобы работающей оксигенацией, и везде у меня всегда 99. Даже тогда, когда у меня после болезни было 95. Стабильно. Всегда. Везде. Во время болезни у меня было 94. И тоже как бы большинство часов показывали, что у меня все хорошо. Все 99. Ну, увидели, что этот хотя бы поехал вниз. Но, видимо, здесь это не на пальце. Надо проверять на пальце, чтобы это было более, как сказать, более быстрая реакция, что ли, была. Ну, и последний залп. И оставляем это все на ваше рассмотрение, на ваш суд и так далее. Вот он показал, что все еще были фиговые данные, но плавненько едет обратно. Сейчас, я думаю, он тоже дойдет до 8. 98 процентов. Я имею в виду, он в смысле датчик, встроенный в данных часах. Поскольку в инструкции на часы, на сайте, по крайней мере, там, где их продают, я почитал, что там датчики навороченные, датчик пульса какой-то хитрый, датчик оксигенации еще хитрее и так далее. Там везде указаны модели данных приборов. И как вы видите, что он хотя бы работает, да, не быстро, да, не точно, но он хотя бы работает. Вот все, 97 сравнялись. То есть он отвибрировал, он считает, что он прав. Этот тоже показывает 97. Поэтому это первые часы из тех, что у меня были, само собой, китайские, которые показывают оксигенацию, ну, хотя бы, там, с точностью 90 процентов. А этот приборчик у меня уже столько всего повидал, и я обалдеваю, что реально прибор за, сколько там он, меньше 500 рублей стоил, он реально хорошо показывает. То есть он реально и пульс гонит правильный, и оксигенацию, и вот этот вот параметры точности пульса или как-то, или простукивание. Блин, я не помню, короче, какие-то там дополнительные параметры, он тоже их показывает лучше всех моих домашних пульсометров. Всем спасибо, это Латуха, это часы КК-70, которые впервые, хоть как-то, но замеряют кислород в крови. Остальные, все, что у меня были, просто фантазируют цифры от потолка. Всем спасибо, всем чао, это Латуха, надеюсь, вам понравилось. Обзор этих часов на канале имеется, ссылка в описании.